МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гламур пробрался и в интерьер. Наряжаемся сами и наряжаем свою мебель. Без окон и дверей не бывает квартир. Сопоставляем цену и качество. Овощи с луны. Возможно ли такое? Мебель без границ. Придаем любую форму и наслаждаемся удобством. Музыкальное шоу Аллы Пугачевой. Какие подводные камни таил себе отбор? В одном из ночных клубов города красавицы Калининграда мерялись своими внешними данными, умственными способностями и умением одеваться. Кто воплощает в себе все и сразу, грацию, красоту и обаяние, выяснял Денис Саландин. На этот раз на конкурсе красоты мисс-модную персону выбирали на официальных условиях. Поэтому придраться к субъективности и получится. Всем привет, меня зовут Денис Саландин и это модные персоны на первом городском. Сегодня мы отправились в один из ночных клубов для того, чтобы выявить самых модных и стильных. Ну что ж, не будем терять ни секунды нашего времени. Отправляемся прямо сейчас со мной. Сегодня исполнилось нам ровно один год. Мы решили к этому, к этой дате приурочить мероприятие. Мы сделали, мы избрали Леди Мун. В первую очередь сегодня годовщина клуба и мы выбирали Леди Мун. Скажи, что можешь сказать по поводу сегодняшней победительницы? Наша победительница Виктория на самом деле обозначающая победа. Очень сильно отличилась и поэтому выиграла эту номинацию. Ну а сейчас мне, конечно же, хочется пообщаться с прекрасной Леди Мун 2011. Привет! Привет! Меня зовут Александрова Вика. Я очень рада, что победила в этом конкурсе. Я всегда мечтала попасть в конкурс красоты. Оля, где ты? Возьми сертификат. И этот тебе. Ты теперь участвуешь в модных персонах. Давайте поцелую. Все. Никуда не уходим и еще с тобой пообщаемся. Спасибо. Меня, конечно же, очень интересует победительница. Леди Модная Персона, по мнению нашего канала. Что можешь сказать по поводу нее? Этой персоной стала Пожарова Ольга. Но так как мы ее сами выбрали, вы все про нее и узнаете. Очень здорово. Все это время я носил очки, чтобы видеть лучше ее. Ольга Пожарова, наша победительница. Леди Модная Персона, привет! Привет! Скажи, а ты вообще считаешь себя модницей? Ну да. Хорошо. А ты где одеваешься и сколько стоит твоя одежда? В Европе одеваюсь. С вами была Ольга Пожарова. С вами была Модная Персона. Ну я думаю, что мы должны сейчас с тобой показать, как не надо здороваться, да, при встрече пафосным ию-девчонкам, да, вот так вот. Привет! Сегодня я нахожусь рядом со своей любимой Дарьей Санеевой, телеведущей, ведущей программы Фрэш и Муз Приват. Даша, скажи, что ты думаешь по поводу конкурса и вообще по поводу участниц? Я думаю, что достаточно красивые девушки собрались, безусловно. Я думаю, что клубная среда – это девушки определенного формата. Это абсолютно точно, да, к которым я бы, например, не подошла. Я бы могла стать мисс королева города, например, или мисс королева России, безусловно. Как ты считаешь, во что нужно одеваться в ночной клуб? Я считаю, что голышом это всегда работает, абсолютно точно. Есть такое, мне кажется, понятие – девушки, которые определенным образом выглядят. Вот мне кажется, что так выглядеть не надо, их всегда достаточно. И это была Дарья Санеева, специально для модных персон. С вами был Алан, специально для модных персон. Меня зовут Ворогова Мадина, директор модельного агентства Evo Fashion, специально для модных персон. Это были модные персоны на Первом городском. Меня зовут Денис Салантин, рядом со мной Дарья Санеева, Дмитрий Аполлонов. И уже через неделю в это же время мы с вами встретимся и вновь увидим самых модных и стильных калининградцев. Уже больше ста лет ни одна модница не представляет свою жизнь без украшений со стразами. Но все привыкли к традиционным вариантам – кольца, браслеты, подвески, сережки. А как насчет вытяжки со стразами? Смотрим и удивляемся в рубрике «Экспертиза». Всем привет! Если вы думаете, что сзади меня висят люстры, то вы ошибаетесь. Это современные кухонные вытяжки. И сегодня мы поговорим именно про них. Для чего предназначена вытяжка и как ее расположить в квартире? Функциональная кухонная вытяжка предназначена для удаления гари, копоти и мелких частей дежура, но также избавляет от лишнего запаха на кухне. Это двигатель, сердце вытяжки, затем это блок управления, подсветка и жироулавливающий фильтр. Производительность вытяжки можно определить, умножив объем кухни на 10. Для тех, кто немного времени проводит на кухне и предпочитает еду быстрого приготовления, достаточно вытяжки мощностью 300-400 кубов. Для 7 из 3-4 человек, питающихся самыми разными блюдами, предпочтительны модели не менее 500 кубов. Правда ли, что чем больше производительность вытяжки, тем она будет издавать больше шума? В большинстве случаев это так и есть, но инновационная система, которую разработала фирма Элика, под названием Deep Silence, делает вытяжку практически бесшумной. Расскажи немножко про данную модель вытяжки. В данном случае мы видим островную модель, располагается над островной столешницей, исполнение стали и стекла. У него есть два угольных фильтра, долговечные, которые можно всего лишь мыть и вешать обратно. Очень удобные рейлинги, на которые можно вешать полотенечки. Наши хозяйки обожают это. Подсветка состоит из четырех ламп. В отличие от многих моделей вытяжек, в этой имеется 9 скоростей, а нет стандартных 3 плюс турбо режим. От привычных моделей вытяжек переходим к дизайнерским. Первое, что приходит в голову, когда смотришь на данный тип вытяжки, правильно ли вы ее повесили и почему она висит под наклоном в лице? Все абсолютно верно, она висит правильно, это наклонная вытяжка. В отличие от Т-образных, она именно таким образом висит и функционирует. То есть возможность удариться исключена? Абсолютно. И человек, стоя в ум рабочего места, чувствует себя психологически раскованно, более комфортно. И я уже вижу сенсорное панель управления. Да, всего лишь одним касанием включается или выключается вытяжка или подсветка. Более современная модель как по дизайну, так и по функции. Выбирая вытяжку, не пренебрегайте ее дизайном, поскольку она всегда располагается на самом видном месте, в центре кухонной композиции. Производители охотно следуют последним модным тенденциям. Вытяжка, декорированная стразами Сваровски, шедевр на вашей кухне. Какие существуют основные режимы работы вытяжки? Существует два режима работы вытяжки. Первый, самый эффективный, это возможность отвода воздуха в канал вентиляционный. За неимением такого можно воспользоваться вторым способом, это режим рециркуляции, когда воздух крутится по кругу через угольные фильтры. Что такое фильтры и тогда зачем они нужны нам вообще вытяжке? Существует два типа фильтров. Первый, это долголечный фильтр жировылавливающий, он не дает крупным частицам жира попасть на механизм вытяжки и испортить ее. Он всего лишь моется вручную либо в посудомоечной машине и ставится на место. Второй тип фильтров, угольный фильтр, он ставится более в боковую вытяжку и используется только в режимах рециркуляции. Разница в цене вытяжки обусловлена в первую очередь чем? Ну, наверное, страна и фирма-производитель, второе – это дизайн и третье – мощные двигатели. Теперь от теории конкретным моделям. Начнем с бюджетного варианта. Ширина 90 см, максимальная производительность 900 м3 в час, цена 13 990 рублей. Вариант премиум класса. Ширина 80 см, максимальная производительность 1200 м3 в час, цена 34 990 рублей. Спасибо, Александр, теперь мы знаем все о вытяжках и без проблем подберем оптимальный вариант для нашей квартиры. Приходите в наш салон и делайте приятный покой. Огромный выбор вытяжек и техники для кухни ведущих европейских производителей представлен в магазине «Элитбыттех». Индивидуальный подход к клиентам и гарантия на товары 2 года. «Элитбыттех», улица Звездная, 713, телефон 5352-94. Спонсор рубрики «Экспертиза», салон бытовой техники «Элитбыттех». О кухонных вытяжках поговорили, теперь самое время обсудить межкомнатные и входные двери. Благодаря им создается особенная атмосфера в доме. И, кстати говоря, цена является важной деталью. Обо всем этом прямо сейчас в рубрике «Вечный тренд». На сегодняшний день огромный выбор дверей, как межкомнатных, так и входных. Мы поможем вам разобраться в этом многообразии и за помощью обратимся к профессионалам. Выбрать дверь под интерьер вашей квартиры не составит огромного труда. Главное определиться с ценой, дизайном и материалом, а опытный продавец-консультант поможет вам в этом. И кто сказал, что в жизни нет совершенства? Безупречная, красивая и надежная межкомнатная дверь – это неотъемлемая часть любого интерьера. Выбирают дверь, как правило, ориентируясь на собственный дизайн квартиры. В качестве материала для производства межкомнатных дверей чаще всего используют дерево, потому что дерево является экологически чистым продуктом. А также из пластика, МДФ, ДСП и других материалов. Сочетание нескольких материалов используется для повышения прочности двери и приданию интересного дизайна. О дизайне современных дверей можно говорить бесконечно. При выборе межкомнатной двери глаза разбегаются. Самое главное – не стоит торопиться, благо выбрать есть из чего. Среди нашего ассортимента мы представляем фабрику Волховиц – новые двери. Двери из массива сосны, облицованные шпоном. Добавлен МДФ для усиления конструкции, чтобы сосна не трескалась. Достаточно хорошие дверки в обработке, хорошо сделаны. И новая лазерная гравировка на стекле и на двери, на полотне, на самом. По-прежнему неизменный интерес вызывают раздвижные двери. Они экономят пространство и позволяют реализовать неординарные дизайнерские решения. Крупноформатные раздвижные двери выполняют функцию перегородки. Полотна передвигаются по направляющему рельсу, который может крепиться к потолку, к стене и не только. Вот эти двери пользуются популярностью, потому что у них низкая цена от двух до четырех тысяч. Людмила Александровна совсем недавно затеяла ремонт. Выровняв стены и поклеив другие обои, решила поменять межкомнатную дверь. Я эту дверь посмотрела, пришла, поговорила с менеджером, посмотрели варианты, затем учила мнение мастера, который пришел в дом и измерил. Он увидел, какие возможности моей квартиры. И, собственно говоря, из этих двух советов, что ли, я выбрала то, что мне нужно. При комплексном ремонте квартиры или офиса, безусловно, стоит подумать об установке хорошей входной двери. В условиях города это особенно актуально. Лучше заранее позаботиться о собственной безопасности и безопасности своего жилища. Если вы хотите защитить свой дом, то я советую выбрать вам двери Эльбор нашего российского производства и достаточно хорошие, достаточно крепкие гарантии на замки пять лет и на всю фурнитуру, на сами двери. Стальные входные двери Эльбор специально разрабатывались с учетом обеспечения максимальной защиты от всех известных способов взлома. Наибольший акцент сделан на противопожарные и шумоизолирующие свойства. При производстве в дверь плавляются замки собственного производства, которые имеют множественную защиту от криминального взлома квартиры. Внимание! Двери открываются в магазине «Двери» на улице Невского-1. Этой весной нам три года исполняется, и поэтому мы решили провести акцию «Розыгрыш ценных призов» каждому покупателю. Оформить двери можно и в кредит при любых акциях, то есть это может быть 10-10-10, это может быть на полтора года, на два года, то есть без проблем. Вы приходите к нам сюда в магазин, и мы здесь на месте оформляем с вами кредит. Самый большой выбор межкомнатных и входных дверей. В магазине «Двери» на Невского-1 стильная классика и смелый модерн. Дерево, металл и пластик – то, что подойдет именно вашему дому. Для строительных организаций мы предлагаем противопожарные технические двери и предлагаем оптовые скидки, так что приходите к нам в наш магазин. Магазин «Двери» на Невского-1 находится недалеко от площади Василевского. И напротив БФУ имени Камы, так что найти магазин «Двери» на Невского-1 вам не составит огромного труда. Приходите в магазин «Двери» Невского-1. Магазин «Двери» улица Невского-1. Телефон 539-093-779-459. Сразу после рекламы вы увидите. Овощи с луны – возможно ли такое? Мебель без границ. Придаем любую форму и наслаждаемся удобством. Музыкальное шоу Аллы Пугачевой. Какие подводные камни таил себе отбор? Раскрою вам секрет. Однажды, прогуливаясь в мебельном магазине, я увидела отличную альтернативу современным креслам – большие цветные мешки. Про бескаркасную мебель, а точнее про все ее преимущества узнаем прямо сейчас. Недавно в Италии прошло широкомасштабное празднование 40-летнего юбилея первого кресла-мешка. Оно стало первой моделью бескаркасной мебели. Так популярно сегодня. Принцип бескаркасной мебели появился еще до возникновения самой мебели. Куча листьев, травы или сена точно так же проминались, подстраиваясь под тело человека. Очень быстро эти бесформенные кучи научились ограничивать в объеме, чтобы они не расползались. Так появились первые кресла-мешки – перины и тюфяки. Сегодня бескаркасную мебель выпускают из разных материалов. Внешний чехол наших кресел состоит из плотного хлопка, искусственной замши, искусственной кожи, также меха. Мы можем использовать лен, мы можем использовать ткань, которая отталкивает воду для использования на природе. Если с чехлом что-то случилось, вы можете его снять, постирать, отдать его в химчистку, либо заказать новую. Для наполнения бескаркасной мебели используется цепочий наполнитель. Это вспененный полистирол. Он на пожаробезопасен, не подвергаются воздействию влаги, а также очень легок. Самое тяжелое кресло в нашей коллекции весит 7 кг. Кресла очень легкие, их можно переносить одной рукой внутри квартиры. У многих из них есть специально для этого предназначенная ручка-петля. Попробуем разобраться в основных моделях. Идеально для небольших калининградских квартир подойдут компактные куфики. Это кубы с загнутыми углами и эргономично устроенной спинкой. Это скорее предмет мебели для сиденья, чем для валяния. Яркие кресла-пуфики будут отличным решением для модной гостиной, радостной детской, стильной прихожей и уютной лоджии. По удобству и комфорту эта модель может соперничать с самым объемным тюфиком. При этом посадка у него высокая, как у обычного классического кресла. Когда вы садитесь, края кресла подгибаются, становятся подлокотниками, поддерживают спину и голову. Из-за высокой посадки такие кресла часто используют в офисных интерьерах. Наиболее традиционной моделью бескаркасного кресла является форма груши или куля. Этот тюфяк заказывают часто в кабинеты для расслабленной работы с ноутбуком, а также можно кинуть несколько штук. Домашние кинотеатры, детские, веранды и так далее. В общем, тюфяк на все случаи жизни. Дети обожают бескаркасные кресла. Не слезают с них, кувыркаясь часами. Мягкость исключает травматизм. Ткани ярких жизнерадостных расцветок наполняют пространство светом и уютом. Производители уверяют, что бескаркасная мебель удивительно удобная. Кресло-мешок подстраивается под фигуру человека и повторяет все изгибы тела. Так ли это? Давайте узнаем мнение независимых экспертов. После школы очень круто прийти домой и поваляться в этом кресле. Я здесь люблю читать книжки и смотреть всякие разные журналы. Я люблю очень кресло. Она удобная. Я люблю сидеть на ней. Это кресло очень удобное и мягкое. И на нем очень удобно и весело играть. С помощью бескаркасной мебели очень легко внести в интерьер индивидуальность и комфорт. Сегодня я в первую увидела такие кресла и была очень удивлена. Вообще я люблю шокировать своих друзей, тем, кто как-то выходит в гости. Я думаю, что теперь, когда они увидят у меня только такое кресло, оно им очень понравится. Модное, стильное, интересное. Фирма Тюфяк предлагает огромный выбор бескаркасной мебели. От больших взрослых вальяжных кресел до маленьких детских пуфиков. Кресло из качественной, износостойкой дышащей ткани со временем не теряет внешний вид, не линяет, не выцветает на солнце. В основном это американские, испанские и фольские коллекции мебельных тканей, а также российские производители. Ткани можно подобрать по стилю и цвету. Зимой выбрать теплые коллекции, а летом прохладные на ощупь ткани. Фирма Тюфяк всегда ищет точку баланса между красотой и удобством. Наше кресло может стать замечательным подарком. Мы можем нанести любой рисунок, надпись и превратить ваше кресло в настоящий арт-объект. Фирма Тюфяк обладает уникальной возможностью создавать мебель от идеи до воплощения на своем собственном производстве в Калининграде. Средняя цена кресла всего 3000 рублей. Мы приглашаем всех калининградцев в офис, где вы можете выбрать любое кресло подходящее для вас, вашей квартиры, ваших детей и близких. А в этом мы вам с радостью поможем и выбрать ткани, и модель. Фирма Тюфяк. Мы создаем мебель для жизни. Любимые вещи для жизни. Тюфяк. Улица Гаражная, 2. Кабинет 212. Телефон 76 84 59. Хотели бы попробовать помидор, выращенный на Луне или, скажем, на Марсе. Американские ученые утверждают, что такое в ближайшее время станет возможным. Осталось только создать теплицу, которая будет подходить для инопланетных условий. Ну а пока такого ноу-хау нет, мы про него рассказывать не можем, поэтому возвращаемся к делам земным. Выбираем теплицу для сада или огорода вместе со страной советом. Каким должен быть дом? Теплым, светлым, чистым, чтобы в нем не сквозило и не дуло. Таким же должен быть дом для овощей и цветов. Если вы хотите наслаждаться обильным урожаем, тогда к выбору теплицы относимся очень серьезно. Начнем с материала для покрытия теплиц. Выбираем между пленкой и сотовым поликарбонатом. Пленка привычный для нас материал. Сотовый поликарбонат новый. Он необыкновенно прочный, отлично сохраняет накопленное за день тепло. Свойства такой теплицы позволяют высаживать в нее рассаду раньше, чем в теплице под стекло или пленку. Теплицы под поликарбонат обычно стандартных размеров. 3 метра шириной, высота 2 метра, длина от 4 метров. Площадь укрываемого грунта зависит от длины теплицы. Современный каркас теплиц изготавливают из специального оцинкованного железного профиля. Это самая надежная и долговечная защита от коррозии. При покупке теплицы доверяем только профессионалам, таким как компания «Воля». Проверена садоводами и временем. 15 лет работы и место ведущего производителя теплиц для дачных участков и фермерских хозяйств в России. Выбор страны советов теплица «Дачная-2ДУМ». Каркас, оцинкованный профиль, сотовый поликарбонат. Возможность самостоятельной сборки. Ширина 3 метра, высота 2 метра, длина от 4 метров. В каждом торце дверь и форточка. Цена от 16 800 рублей. Компания «Воля» предлагает большой выбор теплиц под пленку. Фундамент для теплиц не требуется. В комплект каркаса входит все необходимое для надежного крепления покрытия и пошаговой инструкции. Поэтому вы без проблем сможете самостоятельно установить теплицу на участке. Теплицы компании «Воля». Ранний и богатый урожай. Справки по телефону 75 22 78. На одном из центральных каналов в апреле стартовало музыкальное реалити-шоу «Фактор А». Среди нескольких тысяч конкурсантов были и наши калининградцы. Но удача им не улыбнулась. Как оказалось, одного таланта для того, чтобы стать знаменитым, недостаточно. Екатерина Кондакова выясняла, что же еще нужно. Эти любительские кадры с кастинга проекта «Фактор А». Чтобы попасть в здание Лужников, начинающим артистам пришлось отстоять несколько часов под дождем. Но выступить перед Пугачевой смогли лишь самые стойкие. Два, три шага назад, пожалуйста. Здесь вообще дышать нечем. Люди же моргами в стекло стоят. Пожалуйста. Я была по номеру 1726. Я видела, люди ходили с номерами 5-6 тысяч. То есть это количество людей, которое набралось. И то, я уверена, что не все попали желающие. То есть я думаю, что могло быть гораздо больше людей. Юлия Ковалева в шоу-бизнесе не новичок и не раз принимала участие в кастингах. Несколько лет пела в известной калининградской группе «Брызги Балтика». Работала на ТВ и открыла свою танцевальную школу. Но после ухода из коллектива сольная карьера не задалась. Я прослушалась, передо мной вот так вот помахали контрактом, сказали, мы тебя берем. В итоге, несмотря на то, что у этого человека очень большие возможности, финансовые, связи и всякие-всякие, так они не создали группу, поэтому я осталась с ним в дело. Для нее участие в подобных проектах еще один шанс стать известной. Несколько часов на сборы и самолеты сразу на сцену. Возьмите меня. Но на просьбы и обещания члены жюри внимания не обращают. Чтобы попасть на фактор А, одного вокала оказалось недостаточно. Мы вошли в этот замок из дождя, только двое ты и я в этом одиноком месте. Эта песня так и не стала для Юлии Ковалевой пропуском в мир шоу-бизнеса. После нескольких туров проекта «Девушка из борьбы» выбыла. Хотя уже сначала поняла, финал не попадет. Случайных людей среди участников нет. Я посмотрела на то, как отсеивали людей талантливых. Даже, наверное, может быть более талантливых, чем я. И я понимала, что, наверное, шансов мало, потому что нужно все-таки удивлять. И даже, наверное, удивления немало, потому что все-таки не просто так все эти конкурсы происходят, честно могу сказать. И понаблюдала я, как это все делается. Не совсем все честно. Не будел пять лет назад осталась и Валентина Куликова. Ее пение Алла Борисовна тоже не одобрила. Да и сам кастинг проходил по стандартному сценарию. Не помогло даже знакомство с предыдущими фабрикантами. Алла Борисовна Пугачева, это был проект. Она была продюсером, на нем пыталась пройти, но, к сожалению, для того, чтобы участвовать в проекте, я узнала, что нужно немалые деньги. Ну, в принципе, то же самое могу сказать и о других проектах. Популярный певец Руслан Олегно тоже участвовал в реалити-шоу. После победы на проекте «Народный артист» в родной Белоруссии он стал по-настоящему народным. И в 2008 году представлял страну на конкурсе Евровидения. Теперь признается, если бы не шоу, другого шанса стать певцом у него бы не было. Здорово, когда есть конкурсы, есть возможность участвовать в этом конкурсе, в любом конкурсе. Ведь это опыт, первое, а второе, все-таки это развитие. А будущим участникам реалити-шоу Руслан советует верить в себя, много заниматься, тщательно продумывать свой репертуар, чем Валентина и Юлия сейчас занимаются. Первая в ближайшее время начнет сотрудничать с калининградским продюсером, а вторая уже готовится к записи сольного альбома и съемкам клипа. Сейчас в первую очередь планируется записаться новая песня на мои стихи и на музыку очень хорошего музыканта, нашего калининградского Трэвиса Кроула. С вами был тележурнал «Страна советов» и «Я, Виолетта». Как всегда напоминаю, если вы хотите стать одним из участников нашей программы и появиться, к примеру, в рубрике «Модные персоны» или «Большая перемена», присылайте истории о себе и фотографии на электронный адрес, который вы сейчас видите на своих экранах. И мы обещаем, что уже завтра мы покажем тебя. Ну а пока хорошей вам недели, приятных выходных и помните, что свежий выпуск тележурнала каждый вторник в 20.00. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!